Улица Юбилейная, типичный рязанский дворик и типичные металлические конструкции, установленные скорее всего еще в советское время. Такие дворовые турники нужны были раньше, нужны и сейчас. Главное подтверждение этому вот эти ребята. Но состояние сооружений пока оставляет желать лучшего. Партия «Новые люди» считает, что спорт начинается на детских площадках. У каждого из нас в дворе есть различные площадки, где мы все можем заниматься спортом. Однако большинство таких площадок по городу Рязани находятся в удручающем состоянии. Мы можем вкладываться в здоровье следующим образом. Мы можем лечить больных людей, строить больницы и прочие комплексы. А можем применять превентивные меры, делая так, чтобы люди оздоравливались, выходя в тот же двор, занимаясь спортом. Причем проводить время во дворе можно целой семьей. Ведь, как известно, дети всегда следуют примеру старших. Очевидно, что если придут какие-то спортсмены, которые будут крутить различные элементы на турниках, детей это заинтересует чуть не меньше, чем какой-нибудь там Супер Марио или, не знаю, там, Дудл Джамп. Также могу сказать, что когда мы в прошлом году запускали большой проект по воркауту по Рязани, мы обнаружили всего лишь четыре подходящие площадки для нашего воркаута, для проекта. Конечно, на полумиллионную Рязани это достаточно маленький показатель. Причем две из них нуждались в ремонте. Поэтому, где смогли, там, в лесопарке и на чайке мы запустили. Шатки, погнутые турники, мусорка в резиновой шине – все это не только вышло из строя за многие годы эксплуатации, но и устарело морально. А представители подрастающего поколения сегодня беззаботно играют во дворе – это будущее нашего города и страны. И создавая комфортную среду для них, подавая пример, все вместе мы создаем крепкое, здоровое общество. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».